шалон православные сегодня хочу поделиться с вами одной хитростью а некоторым очень окажется полезным иногда за кусочками оргстекла небольшими вот такого примерного формата я хожу не на специализированные фирмы а забегаю на наш тараконный рынок и вот удивился что деды которые продают это оргстекло они до сих пор по старинке его кромсают болгаркой или ножовкой или болгаркой это же дым столбом плавится все опасно так вот но я хочу предложить более правильный метод ну как сами понимаете обычным ножом оргстекло не режется для того что она очень твердо вот она его просто насекает и ничего не дает в предыдущем видео я обещал рассказать подробнее об этом ноже этот нож этот либо вот этот специально служит для порезки акрилов акрилов оргстекла как он действует он не делает прямой скользящий рез он выцарапывает вот он под 90 градусов вот так вот у нас под заточен и и вот так вот осуществляется правильная порезка оргстекла вот с таким вот приятным звуком и вот мы имеем скол до какого до какого-то момента вырез а на каком-то моменте очень острый скол принцип работы почти как у обычного стеклореза и главное что все очень ровненько это было несложно и это был акрил толщиной 5 миллиметров сейчас мы попробуем пильнуть акрил толщиной 10 миллиметров это наверное самый безопасный метод раскройки акрила но тем не менее скажу если уже промахнуться и рубануть по пальцу именно этим лезвием это жесть это хуже чем обычный понятно в итоге что имеем имеем за три минуты пиленный кусочек 10 акрила конечно на десятом акриле здесь кромочку и не грех обработать но тем не менее естественно с этим ножом я не родился из у него я пытался делать что-то сам вот из обычного ножовочного полотна был заточен вот такой вот нож рекламщики некоторые его называют нож петушок вот за такой гребешок попробуем из обычной ножовки делается за пять минут при помощи болгарки так я побольше возьму так я побольше возьму чтобы сделать такой ножик чтобы сделать такой ножик такую шкряблоку для акрила нам понадобится простой обломочек ножовочного полотна вот такой вот схематично имеем следующее вот наш какой-то обломок зубчики значит его надо привести вот в такой форме вот это убрать вот это убрать а здесь постараться что есть под руками там бормашинка болгарка все что угодно постараться выдержать 90 градусов и чтобы как можно здесь был острей заход то есть вот чтобы более ровненькое оно было больше больше буквально трех миллиметров вот сюда вот заходить не нужно больше трех миллиметров такой нож в материал не заглубляется три миллиметра достаточно чтобы насечь его и потом руками отломать либо сделать два прямых реза один второй если это видео было полезного подписывайтесь ставьте лайки комментируйте спасибо пока в начало бодрит десны огонь для некоторых это не будет новостью